Приветствую вас. Очень жаль, что никакой информации больше, кроме вот этого вопроса, вы не предоставили себе. Это, конечно, больше материала для анализа, но что поделать. В первую очередь хочется сказать, что ссоры с мамой, это, как и ссора с любым родителем, абсолютно естественное явление, потому что между поколениями всегда нарастает конфликт, между поколениями всегда есть борьба, потому что, как правило, старшее поколение, оно преследует свои цели, оно преследует свои задачи. Вот, старшее поколение реализует один потенциал, тогда как младшее поколение преследует совсем другие цели, совсем другие задачи и реализует, в общем-то, совершенно иной потенциал. И ресурсы у поколений разные, и, в общем-то, силы у поколений разные, формы реализации того или иного у поколений тоже разные. То есть здесь, в общем-то, на таком глобальном уровне ссоры это нормально. Вопрос заключается в том, что примирение без каких-то решений, без каких-то, ну, по сути, знаете, как можно так выразиться, без декларации, да, без принятых каких-то совместных таких вещей, которые будут придерживаться на обе стороны, кто примирился, не имеет никакого смысла, в том числе и практического смысла. Потому что в таком случае ссора повторится вновь. И, в общем-то, примирение здесь, ну, это просто будет постойная нервотрепка. Это просто вот нервотрепка и всё. Вот, поэтому смысла никакого абсолютно нет в том, чтобы мириться без принятия решений. Но вот принятие решений само по себе является очень интересным моментом, потому что с одной стороны, с одной стороны. Для того, чтобы некое решение принять, нужна позиция и позиция нужна чёткая, достаточно. И, с другой стороны, нужно принять позицию другого человека. необходимо признать его точку зрения и так далее. Так, это вот такая история, такой момент. очень важно понимать, из-за чего возникла ссора. и какова позиция по отношению к ссоре ваша и, к примеру, ну, к примеру, ваша мама. Да, то есть, ваша и ваша мама. Вот. Целью примирение. Должно стать не какое-либо отношение к вам, а имя, именно донесение своей позиции. Вот. Если... Ммм... В чём там... ...вы берегнули... ...палку... ...то... ...за это, может быть, и... ...стоит извиниться. Но, есть ещё и ваша позиция. Есть ещё и ваша точка зрения. И она очень важна. И вот, отказываться от неё, от своей позиции, от своей точки зрения, не стоит. И... Только так... ...можно будет... ...помириться... ...адекватно... ...за своей мамы. Так, чтобы... ...себя не обидеть. И так далее. Вот, в принципе... ...то, что... ...я хотел бы... ...вам... ...сказать. Вот так. На этом всё. А... ...если вам... ...понравился... ...мой ответ... ...буду благодарен... ...если вы... ...сделаете его... ...а... ...лучше. ... ...если у вас... ... ...остались... ...вопросы... ...а... ...пишите, буду рад... ...помочь. Я желаю вам... ...всего... ...самого доброго... ...и удачи. ...а... ...во 대표... ...это...